Уважаемые телезрители, у нас в студии мастер участка МБУ благоустройства СП Иван Варапай. Иван, доброе утро. Доброе утро. Город у нас совсем небольшой, но когда касается вопрос уборки снега, всем, наверное, хватает работы. Здесь следует определиться, есть территории общие, есть общие дороги, есть дворовые территории. Чем занимается ваша компания? Евгений, чтобы внести какую-то ясность для жителей, чтобы было понимание, у нас работа строится по рекомендациям Главного управления содержания территории Московской области. Допустим, основные дороги, прилегающие тротуары, пешеходные тропинки обслуживают дорожные службы, подрядные организации, гарант. Если взять дворовые территории, то уже идет непосредственно зона ответственности МБУ благоустройства. Здесь также нужно отметить, что многоквартирные дома, прилегающие территории 5 метров, обслуживают управляющие компании, входные группы, придомовая территория. Также на дворовой территории имеются ДИПы, детские игровые площадки. Если на детской площадке резиновые покрытия, то здесь также обслуживает подрядная организация Горзиленхозстрой. Также у Горзиленхозстрой могут входить тротуары, тропинки, если есть они в их перечне. Придворовые территории тоже, получается, разделяется, да? Разделена зона ответственности. Домовая территория. Домовая территория обслуживает УКШК, 5 метров, управляющая компания. А основные дороги в городе и пролегающие тротуары и пешеходные переходы обслуживает? Дорожные службы, гарант. А во дворе дворовые тропинки, пешеходные тропинки, тротуары. Это уже непосредственно зона ответственности МБУ благоустройства. Иван, если идет снег, например, всю ночь и весь день и еще ночь, то на следующий день вы приступаете к уборке снега как? Ночью? Ну, здесь также я могу отметить, что по рекомендации ГУСТа, Главное управление содержанием территории, допустим, в течение двух часов после снегопада идет ручная уборка, тропинки, пешеходные тротуары. В течение трех часов идет механизированная уборка, сметания. В течение трех часов идет противогололедная обработка. В течение 12 часов после снегопада идет временное складирование снега на дворовых территориях. И в течение пяти дней после снегопада идет вывоз данного снега с временного складирования, утилизации. То есть, весь снег, который лежит на парковках чаще всего, внутри дворов, он должен в течение какого-то времени, в течение двух недель, 12 дней, он должен вывозиться специальной компанией. Да, вот вы, кстати, хорошо отметили насчет парковок. Вот когда идет уборка дворовых территорий, расклеиваются объявления за один-два дня примерно. Но не все добросовестно к этому подходят и потом начинают уборка получается некачественной. Стоят машины, они мешаются, а потом же от этих жителей поступают жалобы, почему у них парковочное место их не чищено. А уборка проводится, естественно, не вручную? Приезжает трактор? И механизированная, конечно, и ручная. Здесь все вместе. Соответственно, если жители машины свои не убрали по просьбе, когда разместили объявление, то уборка под ними и рядом с ними, вокруг, ну, фактически невозможно, будем говорить откровенно. Мешает проезду техники, конечно. Да, и автомобиль частной собственности нельзя не повредить, не поцарапать, ничего. То есть это все затрудняет дело. Поэтому нам, жителям, нужно реагировать на это более четко и стараться автомобиль убирать. Ну, это, конечно, не касается подснежников, которые, наверное, во многих дворах есть, и мы знаем, о чем идет речь. Что касается ручной уборки, а как у вас с персоналом? Вы справляетесь? Мы справляемся, но у нас открыты вакансии рабочих, вакансии трактористов. Как бы мы открыты, приходите к нам на работу. Работа на свежем воздухе. Друзья, у нас в студии был начальник участка МБУ благоустройства СП Иван Барапай. Продолжается наш эфир.